Он способствует пищеварению и возбуждает аппетит Если смешать его с розовым или оливковым маслом Хорошо сбить, смочить клочок немытой шерсти и приложить к голове То это поможет при головной боли Так писал великий врач Авиценна О чем, как вы думаете? О таком привычном и обыкновенном уксусе Здравствуйте, дорогие ребята! Как вы, наверное, догадались, сегодняшняя программа будет именно о нем А поводом для нашего разговора об уксусе послужило письмо Тане Костриковой Дорогая Таня пишет Здравствуйте, Дмитрий Иванович! Моя мама очень любит разные уксусы Яблочные, малиновые, рисовые И постоянно добавляет их в разные блюда Скажите, пожалуйста, когда изобрели уксусы И почему они такие разные на вкус и цвет? Ну, конечно, расскажу, дорогая Таня Итак, уксус появился давным-давно Никто не может точно сказать, когда Но первое письменное упоминание о практическом применении уксуса Относится к третьему веку до нашей эры Древнегреческий ученый Теофраст Описал, как при воздействии этого вещества на металлы Получали краски, например, свинцовые белила Ну, а любовь к уксусу в Древнем Риме вообще переходила всякие границы Римская знать всем напиткам предпочитала уксус, выдержанный в свинцовых горшках Этот напиток называли сапа И был он очень сладким, так как содержал большое количество ацетата свинца Который еще называют свинцовым сахаром Итак, чем же отличаются друг от друга разнообразные виды уксусов? Прежде всего, ребята, я хочу уточнить состав уксуса Главный компонент – уксусная кислота Я нарисую структурную формулу Так, так Вот она, уксусная кислота Получить ее можно двумя способами – химическим и микробиологическим Микробиологический способ является самым древним способом приготовления уксуса Его с успехом применяли наши предки Люди опытным путем выяснили Что если оставить сладкий сок в какой-нибудь открытой посуде Вот я сейчас это сделаю Потому что пока сок запечатан, с ним ничего не происходит Но если его оставить в теплом месте А в воздухе всегда присутствуют споры различных бактерий, дрожжевых грибков Начинается процесс брожения И если не ограничивать доступ воздуха То с течением времени весь сахар, который содержится в соке, превратится в уксус При этом будут происходить вот такие химические реакции Сейчас я вам напишу Итак, сахар, ну мы возьмем глюкозу С6H12O6 Под действием ферментов, которые вырабатывают бактерии Превращается в С2H5OH Этиловый спирт Ну, при этом еще выделяется углекислый газ Вода Но нас это не интересует Итак, далее В присутствии воздуха С2H5OH Этиловый спирт Плюс кислород Обязательно при участии ферментов Вот он превращается в нам знакомую уксусную кислоту Этим способом, дорогие ребята Получают практически все натуральные уксусы Такие как яблочный, винный или виноградный Это одно и то же Во всех из них содержится около 4% уксусной кислоты Но кроме уксусной кислоты Туда еще входят сложные эфиры, альдегиды Другие органические соединения Именно благодаря им Натуральные уксусы имеют Особый вкус и собственный приятный аромат Вот яблочный уксус пахнет яблоком А рисовый уксус Который используют в японской кухне Имеет такой чуть заметный пряный запах Дорогие друзья, сегодня мы ведем наш рассказ про уксус И вот в ряду различных уксусов Бальзамический уксус занимает особое почетное место У него своя собственная неповторимая технология О которой меня просил рассказать Сергей Лаптев Вот его письмо Дмитрий Иванович, книги, которые я сейчас читаю Героя лечат бальзамическим уксусом Что это за уксус такой необыкновенный? Ну что ж, уважаемый Сережа Я с удовольствием тебе о нем расскажу Бальзамический уксус делают из свежего винограда Из которого выжимают сок В некоторых районах Италии предпочитают это делать Бастаринки, босыми ногами под веселую тарантеллу Сок отжимают, переливают в котел и уваривают Пока он не превратится в густой темный сироп Затем в сироп добавляют небольшое количество винного уксуса Для ускорения укснокислооброжения И тут начинается самое интересное Будущий бальзамический уксус Переливают и выдерживают в бочках трех разных видов В самых маленьких из ясени и дуба В средних из каштана и вишни И больших из стутового дерева Когда уксус в маленьких бочках созревает То часть его добавляют к содержимому средних бочек Перемешивают, набирают оттуда немного уксуса И добавляют в третью бочку и так далее Для того, чтобы бальзамический уксус созрел полностью Требуется около трех лет А лучшие сорта вообще выдерживают в бочках около полувека Только представьте себе целых 50 лет Неудивительно, что бальзамический уксус такой дорогой А его название возникло из-за того, что сначала его применяли исключительно в медицинских целях Бальзамический уксус обладает антибактериальным и противовоспалительным действием Поэтому в средние века им обрабатывали раны Во время чумы бальзамический уксус раздавали действительно как бальзам по каплям И только несколько веков спустя бальзамический уксус из аптеки перебрался на кухню И занял почетное место среди самых изысканных соусов и приправ Следующее письмо от Арины Семенчуковой Она спрашивает, что такое уксусная эссенция и откуда она берется И почему соду для выпечки гасят уксусом Уксусная эссенция, дорогая Арина, это 70% раствор уксусной кислоты в воде Вот пищевая уксусная эссенция Её получают старинным способом, разработанным ещё в 8 веке арабским учёным по имени Джабир Ибн Хаян Именно он впервые произвёл перегонку натурального уксуса Перегонка, друзья мои, или иначе дистилляция Это испарение жидкости с последующим охлаждением и конденсацией паров В нашем случае паров уксусной кислоты Мы сейчас не будем проводить этот сложный процесс Но я вам покажу, как устроен простейший химический холодильник По внутренней трубке течёт холодная вода Во внешнюю трубку попадает пар, который охлаждается, конденсируется И вот отсюда мы уже получаем готовый продукт Вообще говоря, крепкая уксусная кислота – это жидкость с очень острым запахом Она раздражает кожу, вызывает ожоги Поэтому давайте-ка уберём её подальше Тем более, что пищевой столовый уксус 9% делают из уксусной эссенции Просто разбавляют её водой Так что, друзья мои, в столовом уксусе нет ничего, кроме воды и небольшого количества уксусной кислоты Зато с ним можно проводить разные опыты Какие опыты? Ну, например, тот, о котором спрашивала Арина Вы помните? Гашение соды уксусом Так, вот, сода Возьмём немножко соды и погасим её уксусом Я думаю, что ваши мамы и бабушки эту реакцию проводят на кухне довольно часто Выделяются пузырьки углекислого газа Ещё один опыт Так Скажите мне, пожалуйста, друзья Сложно ли очистить от скорлупы сырое куриное яйцо? Ну, вы скажете, это очень трудно, не повредив его А я утверждаю, что это просто Достаточно залить куриное яйцо слабым раствором уксуса Что я сейчас и сделаю Сразу же начинает идти реакция Смотрите Видите, образовываются пузырьки вокруг яйца Пузырьки углекислого газа Ну, пока реакция идёт Я напишу вам уравнение этой реакции Скорлупа состоит из карбоната кальция Кальция СО3 И карбоната магния Магний СО3 Ну, вы уже знаете, что уксусная кислота сильнее, чем угольная Поэтому она вытесняет её из своих солей И в результате в раствор переходят уксусно-кислый кальций И уксусно-кислый магний Процесс этот медленный Но примерно через сутки Яйцо примет уже совершенно другой вид Друзья мои, давайте представим Что сутки уже прошли Вот Через сутки Наша скорлупа Стала совершенно Как белая краска Которая легко счищается С яйца Смотрите И сквозь прозрачную плёнку Мы видим, как В яйце Плавает Желток При этом яйцо становится таким вот мягким Как накачанный воздушный шарик Вот На такие чудеса способен уксус Друзья мои, на этом Мы с вами прощаемся Наша передача подходит к концу Я жду ваши вопросы По адресу 109-147 Москва Улица Марксистская Дом 34 Корпус 7 Телеканал Радость моя Вы также можете оставлять свои вопросы На сайте телеканала Радость моя Ну что ж, на этом я прощаюсь Всегда ваш Дмитрий Иванович До скорой встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин